Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Обещал в предыдущих видео, что поговорим о денежно-кредитной политике Центрального банка России. Стоит ли ждать повышение процентной ставки в декабре месяце или не стоит, а если стоит, то насколько стоит ожидать повышения. И на что в принципе это может повлиять, каким образом это использовать для себя, для увеличения доходности своих собственных инвестиций. И такие очень простые истории. Мы разбирали облигации, и когда мы вот в этом видео говорили про облигации, про доходность облигации, как на это можно заработать 30-40% в течение следующих трех лет, мы говорили о том, что важным является критерия а. Текущая ставка Центрального банка и б. Насколько Центральный банк в будущем может снизить процентную ставку. И от этого как раз-таки вся схема зарабатывания в облигации как раз-таки и укладывается, что нам нужно сделать некие предположения, сколько это может составлять. Будет ли еще повышение ставки Центрального банка. Если будет, то до скольки и к чему это непосредственно может привести. Итак, по последним данным, которые у нас есть в Росстате, у нас инфляция с 21 по 27 ноября составила 0,33%. Ну то есть я сейчас немножко поменял формат, чтобы можно было писать, чтобы можно было считать, и вы в дальнейшем могли использовать эти цифры, открытые цифры для того, чтобы строить какие-то прогнозы. Итак, за неделю у нас инфляция составила 0,33%. Зачем нам этот показатель важен? Потому что нам нужно понимать, какова у нас идет в текущий момент, что происходит с ценами, каковы инфляционные ожидания у населения, для того чтобы понимать, инфляция она вообще снижается, не снижается и каков текущий уровень инфляции. Посчитать это достаточно просто. То есть первое, что мы должны сделать, мы должны, то есть у нас 0,33% за неделю, умножаем на 4 недели, получаем сколько у нас составила инфляция условно за месяц. То есть получается 0,33% мы умножаем на 4, получаем 1,32. 1,32% это процент, получается, за месяц составила инфляция. Исходя из этого, делаем следующую формулу расчета. 1,32% умножаем на 12 месяцев. Нам нужно текущую инфляцию посчитать, исходя из недельной инфляции, сколько она составляет. Умножаем на 12, получаем 15,84. Центральный банк уже поднял процентную ставку, и процентная ставка в текущий момент, ключевая ставка ЦБ, составляет 15%. Что мы таким образом, какую видим закономерность? Что текущая ставка Центрального банка составляет 15%. Повышение произошло раньше, да? И вопрос, что повышение процентной ставки, оно не сказывается немедленно, да? Немедленно не сказывается на снижение темпов инфляции. Это такой некий длящийся процесс. Но текущая инфляция в размере порядка 16%, она выше текущей ставки Центрального банка. Поэтому мы продолжаем смотреть на понедельную инфляцию. И ссылочку мы вам тогда вставим в видео, где непосредственно можно смотреть статистику Росстата по инфляции. Потому что данные выводы, о чем нам говорят, что текущие действия, которые предприняты Центральным банком для того, чтобы снизить инфляцию, они пока не приводят к ее снижению. У нас вот этот вот показатель должен начать снижаться. И чем быстрее этот показатель начнет снижаться, тем выше вероятность того, что Центральный банк начнет снижать и свою процентную ставку. Но так как эти показатели растут в настоящий момент, то можно ожидать, что и процентная ставка будет повышена. Чем агрессивнее будет повышение, тем быстрее будет погашение этой инфляции непосредственно. Помимо всего прочего, у нас впереди предвыборный год. А электорат не любит, когда у нас цены на товары растут. И поэтому получается, что к марту месяцев нужно по-хорошему очень серьезно обуздать инфляцию. Поэтому, когда мы говорим, что может предпринять Центральный банк в декабре 2023 года с целью управления денежно-кредитной политики, может быть повышение процентной ставки Центральным банком до 16,5-17%. Каждый аналитики по-разному ожидает. Я думаю, что повышение может быть в район 17%, потому что это позволит, опять-таки, все должно быть стабильно, все должно быть надежно. Дополнительным фактором столь высокого повышения процентов будет что являться? Может быть еще стабилизироваться курс рубля, то есть он может уйти там в район 85%. Это тоже повлияет, соответственно, на то, что люди будут больше, наверное, стремиться сберегать. Второе, это приведет к тому, что повышение процентной ставки до 17% приведет к тому, что мы увидим новогодние вклады, новогодние предложения от банков, которые будут предлагаться. То есть могут быть полугодовые вклады под 15-16%. Банки будут предлагать на короткий промежуток времени, максимум до года. Очень привлекательные процентные ставки. Смысл в чем? Представьте себе, что банки сделали вам спецпредложение, да, там разместите очень много денег, не знаю, там от миллиона рублей на один год под 16% годовых. Пойдете? Ну, большинство пойдет. Поэтому здесь вот тоже фактором, который нужно учитывать, к чему это приводит? К тому, что потребление сожмется, потому что привлекательные проценты. Люди будут говорить, ух ты, я за год могу заработать с миллиона 170 тысяч рублей. Прикольно, классно. Это сжимает потребление, люди меньше тратят, люди меньше давят на цены, да, и инфляция потребительская начинает снижаться. То есть вот схема, каким образом это непосредственно работает. Вопрос стратегии. Что со всем этим делать? Ну, то есть самое очевидное, самое простое, первое, что можно сделать для себя, это в декабре месяце 12-23 ждать от банков привлекательных ставков по депозитам. Самое простое, самое элементарное. Это краткосрочные вклады от 6 месяцев до года, это пересмотрение накопительных вкладов, соответственно, накопительные счета, копилки в различных банках, да, то есть здесь ставка может до 15% вырасти, и это можно непосредственно использовать. Второе. Мы неоднократно уже говорили о том, что есть фонды денежного рынка, ну, фонд, которым непосредственно я пользуюсь, это фонд от VIM инвестиций LQDT. Тикер фонда. В чем заключается его преимущество? Когда центральный банк повышает ставку, фонд зарабатывает, соответственно, на операциях репо, когда он выдает деньги денежного рынка, по сути, на краткосрочные операции от одного дня до одного месяца, максимум до трех месяцев, причем он выдает приблизительно по ставке рефинансирования. Если текущий момент ставка рефинансирования в районе 15%, то доходность фонда LQDT в текущий момент составляет где-то 3,8. Опять же, через какого брокера вы это покупаете, через какую биржу покупаете, размер комиссии, комиссии биржи, комиссия брокера, комиссия за управление, которое вы получаете, то есть в настоящий момент здесь можно при ставке 15% доходность в районе где-то 13,8, то есть если ставка будет повышена до 17% на 2%, здесь можно будет обеспечить доходность где-то в районе 15,8% по этому фонду. Но, опять же, не забываем, что с полученной разницей доходность считается в изменении стоимости пая, вы еще будете платить 13% по доходный налогу. Но, тем не менее, это то, что можно, то есть второй вариант, который можно использовать, опять-таки, для краткосрочной парковки денег. В качестве альтернативы, что здесь можно посмотреть? Можно посмотреть, опять-таки, ту же самую валюту. К выборам коррекция может быть по доллару, дополнительным источником, который вы можете заработать, это на валютном курсе, за счет того, что вы там буквально до марта месяца размещаете деньги в инструменты денежного рынка в рублях, получается декабрь, январь, февраль, март, за 4 месяца получаете 16% годовых, это получается где-то 4% вы зарабатываете за 4 месяца в рублях в фонде недвижимости, примерно сопоставимую доходность, может быть, чуть-чуть поменьше можно будет получить на банковском депозите, при этом курс доллара может с 92-93 сходить куда-нибудь в диапазон 85. И здесь, соответственно, что имеет смысл? Купить рубли, продать доллары по текущему курсу, купить рубли, разместить сюда и потом, соответственно, после марта месяца вернуться обратно в доллары, но уже там по 85 рублей, вот такая история, которая может быть, или сразу же держать позицию диверсифицированную как в валюте, так как в рублях здесь можно будет не с долларами спекулировать, а здесь можно просто делать ребалансировку между замещающими облигациями, но это отдельная тема для разговора. То есть вот краткосрочная ликвидность, накопительные счета в банках, LQDT, которые непосредственно можно получать. Третий инструмент, он автоматически вытекает из того, о чем мы говорили в предыдущем видео, когда говорили о доходности облигаций федерального займа, размер купона, какова текущая ставка рефинансирования, в чем несомненное преимущество заключается покупки облигаций по сравнению с предыдущими. Вот эта история будет работать только до момента, когда вот это не начнет снижаться. Как только люди заморозят свои денежные средства, как только инфляционное давление начнет снижаться, инфляция начнет замедляться, центральный банк не может длительное время держать столь высокие процентные ставки, потому что обратной стороной медали. То есть положительным фактором является то, что инфляция замедляется, а негативным фактором является что? Что кредиты не выдаются, ну люди не будут брать кредиты, если ставка будет 17%, кредиты будут выдавать процентов под 20-25. Опять же привлекательность российского фондового рынка. То есть ожидаемая текущая дивидендная доходность, например, акций Сбербанка, несмотря на то, что Сбербанк заработал рекордную прибыль в этом году, от текущих значений ожидаемая дивидендная доходность 12%. И вот я инвестор, у меня возникает вопрос, я могу получить 17% по облигациям или вкладываться в акции. И то ли будет прибыль в следующем году Сбербанка, то ли нет при текущих процентных ставках. И 12% мне неинтересно, мне лучше продать, наверное, акции Сбербанка и вложиться в облигации или получить вот эту доходность сопоставимую. Плюс еще разговоры-то у нас ведутся о чем? Что давайте-ка 3 триллиона рублей, которые заработал банковский сектор по итогам 2023 года, давайте-ка мы его направим на то, чтобы субсидировать процентные ставки компаниям, которые брали кредиты с плавающей процентной ставкой. То есть финансисты у компаний накосячили, взяли, когда процентные ставки были низкие и они от этого выигрывали, взяли кредит с плавающей процентной ставкой, сейчас процентную ставку подняли, они говорят, ой, нам плохо, ой, нам тяжело, никто не хеджировал своих процентных рисков, никто не использовал инструменты хеджирования, да, казначейство вообще профокапило работу и теперь им плохо. Приходят и жалуются в Министерство экономического развития, а Министерство говорит, ну что, банки заработали много же от этого, они же выиграли как раз от этого, пусть часть прибыли отдадут. И то есть смысл в чем? Смысл в том, что при таких ставках их нельзя долго оставлять, потому что они долгосрочно негативный эффект оказывают на экономику, потому что замедляется кредитование. Третий инструмент, каким образом и что можно заработать, это покупка облигаций. Почему? Потому что в предыдущем видео опять-таки мы говорили о том, что текущая доходность облигаций зависит от текущей ставки рефинансирования. То есть, если ставка рефинансирования будет поднята еще на полтора-два процентных пункта, да, то доходность хороших высококачественных облигаций может составить порядка, ну то есть, если сейчас эта доходность от 14 до 16, то эта доходность будет от 15 до 17-18 процентов облигаций. Я сейчас не про ОФЗ говорю. У них доходность придет, то есть у них цена, номинальная стоимость еще упадет. Ставка купона уже останется неизменной, цена упадет еще. Что мы в этом случае получаем? Мы можем зафиксировать для себя, если вот в этом случае, вот в этом случае и вот в этом случае, это какой-то спекулятивный движ, и вы краткосрочно получили и заработали, и когда центральный банк начнет снижать процентную ставку, это все развернется, потому что депозиты закончатся через год максимум, этот фонд немедленно отреагирует на снижение процентной ставки, потому что это краткосрочный кредит от одного дня до одного месяца. Здесь уже очень много рисков и процентных, и валютных. Здесь же получается, что вы для себя фиксируете эту доходность от трех до пяти лет и посчитаете, да, то есть, каким образом она считается доходность. Например, я взял инструмент с доходностью 17 процентов на пять лет и реинвестирую полученный доход. Рассказываю формулу сложного процента, считается она очень просто, то есть, мы хотим узнать, какой будет у меня размер капитала, X, Z у нас при этом первоначальная сумма, Y, это у нас ставка доходности и N, это количество лет. Формула приобретает вид 1 плюс ставка доходности. Ставка доходности у нас 17 процентов, 1 плюс 5 степени и умножить, ну 100 тысяч мы вложим, например, получается 219 тысяч. За пять лет в два раза увеличение капитала, и тут мы еще не считали того факта, что у нас сама облигация может вырасти в цене. Сами 100 тысяч рублей, центральный банк будет снижать процентную ставку, соответственно, доходность облигаций тоже снизится. Снизится она за счет того, что она вырастет в цене, ну то есть просто за счет купонного дохода за пять лет будет удвоение капитала. Удвоение капитала, здесь что еще очень важным является, что у вас происходит удвоение капитала за счет купонного дохода. И тогда возникает закономерный вопрос, верите ли вы в то, что при прочих равных условиях, у нас же как альтернатива, покупаем баксы, покупаем на всю котлету, и тогда при прочих равных условиях у нас доллар должен за те же самые пять лет вырасти в два раза. То есть если текущий курс 93 умножить на 2 19, чтобы получить сопоставимую доходность, получается 203 рубля. 203 рубля должен стоить доллар, то есть если мы говорим это все максим, вот это вот все это чушь. Не хочу я с этим сталкиваться, не хочу на пять лет играть с государством, но это не государство, это мы смотрели корпоративные выпуски, корпоративные облигации, не хочу я ничего этого брать, не хочу я идти на твой мастер-класс, не нужен мне твой список облигаций, не нужно, для меня все понятно, покупаю баксы и все, то есть я хитжирую риск. Я вам говорю, ответьте себе сами честно на вопрос, будет доллар через пять лет 200 рублей или нет? Если отвечаете да, покупайте доллары, даже не доллары, а наверное лучше замещающие облигации, потому что там в замещающих облигациях все та же самая история, от высококачественных заемщиков можно получить доходность по долларам в облигациях в районе где-то от 5 до 7 процентов. И кстати, в нашем мастер-классе мы в том числе касаемся замещающих облигаций, мы в том числе даем список этих замещающих облигаций, если вы еще не принимали участие в этом мастер-классе, ссылка внизу в описании, проходите, забирайте. Понимание, как это работает и конкретный список с облигациями, которые можно включать в свой собственный инвестиционный портфель. Замещающие облигации, это облигация, которая выпускается российскими эмитентами, раз, два, в российском правовом поле. Депозитарии, ну то есть хранение этих облигаций происходит на территории России. Они выступают некими замещающими облигациями, еврооблигации, которые выпускались раньше российскими компаниями во внешнем контуре, да, то есть когда компании привлекали валюту, они соответственно занимали валюту и процент выплачивали в валюте. Когда у нас наложили санкции, что там фактически произошло? Произошло, что там российские компании не могут переводить валюту, потому что там корс счета закрыты. Получается, российский эмитент, у него есть обязательства в валюте, и ему нужно заплатить или проценты, или вообще облигацию погасить. Но отправить валюту он не может, да, то есть он обслуживается в банке, который находится под санкциями, сама компания находится под санкцией. И любая транзакция, которая проходит в валюте, в долларах или в евро или фунтах, да, как только она покидает там условно пределы России и встает на счет банка-корреспондента, депозитария, где хранятся эти облигации, эти деньги блокируются, и выплата не происходит. Что в этом случае происходит? Они сказали, Россия допустила дефолт, по евробандам своим допустила дефолт, российские компании допустили дефолт, потому что они не заплатили держателям облигации. Наши говорят, ребята, да мы как бы не против это платить, мы же вам начинаем отправлять, вы же сами наши собственные деньги блокируете. Поэтому давайте вы не будете называть это дефолтом, техническим дефолтом. У нас в кредитной истории все нормально, у нас деньги есть, у нас даже валюта есть на территории России, но любая попытка перевода этой валюты для того, чтобы вам заплатить, она приводит к блокировке денег. Мы и так это должны сделать, да, но вы не получаете деньги не потому, что мы плохие и у нас денег нет, чтобы заплатить, а потому что там деньги заблокированы. Вот и все. И поэтому, чтобы такого не было, мы делаем следующее. Мы делаем некое замещение, да, то есть мы этот долг, теперь будем делать следующее. Мы будем платить его в рублях. Это наша валюта, это наша компания, да, то есть вы, соответственно, можете заместить, но будем платить в рублях с привязкой к валютному курсу. То есть никто никого не кидает, смотрим сколько стоит доллар на момент выплаты купонного дохода, да, пересчитываем этот купонный доход в рубли и в рублях выплачиваем. Проблем нет, открывайте счета, мы вам непосредственно заплатим. Поэтому в чем преимущество замещающих облигаций? В том, что вы нивелируете замещающими облигациями валютные риски. То есть если вам требуется валюта, это связано с рисками, ее практически уже не отправить из России, а если отправить, то может быть есть риск блокировки на стороне банков корреспондентов. Вы, соответственно, что получаете? Вы получаете инструмент, доходность которого привязана к валюте, вы получаете валютную доходность. Просто выплата происходит в рублях и у вас нет валютных рисков. Происходит нивелирование валютных рисков, но при этом, если вы хотите зарабатывать на валюте, то в этом случае все преимущества заработка на валюте вы получаете. Фактически для российского инвестора более, ну, самыми простыми инструментами валютными сейчас остаются или покупка фондов на драгоценные металлы, там есть валютная составляющая, потому что цена в валюте считается. Второе, замещающие облигации. Остальное мы видели, да, каким образом происходило. Больше 10 тысяч переводить нельзя, вообще валюту нельзя переводить. Если покупать, продавать валюту на бирже, то это будет с комиссиями, там, 10-15 процентов, да, как у нас было весной 2022 года. Выплату больше 10 тысяч долларов вы получить на руки не можете. Ну, то есть валютные риски, зачем они вам? Это можно реализовывать через те же самые замещающие облигации. Когда растет процентная ставка, у нее есть две стороны. Позитивной стороной является гашение инфляции и то, что располагаемые доходы, ну, как бы, не умешаются. Негативным последствием повышения процентной ставки является сжатие экономики, сжатие, ну, то есть сначала сжимается потребление, потребление, соответственно, сжимается за счет двух составляющих. То есть первым фактором давления на потребление сказывается то, что когда повысили процентную ставку, то для населения, которое получает заработную плату, становятся привлекательные депозиты. То есть самые простые инструменты, которые вот мы рассматривали как первый вариант. То есть депозиты становятся доходными, привлекательными, и человек, тогда у него возникает вопрос, а что мне сделать? Мне потратиться хорошо на Новый год куда-нибудь поехать, да? Или мне положить деньги на депозит под четыре с половиной пять процентов, когда ставка низкая? Или положить деньги под депозит под пятнадцать процентов, да, то, что мне предлагается? Понятно, что под четыре процента класть, ну, неинтересно, и под пять неинтересно, когда ставка уже пятнадцать, интересно. И таким образом происходит некая конкуренция. Ставку повысили, банки повысили доходность банковских вкладов. Люди прижали деньги, сказали, потом снизят, когда? А пока я вот заработаю, да, свои семнадцать процентов на один год. И эти деньги, они выпадают из денежной массы, которая обращается в экономике, а соответственно на инфляцию влияет размер денежной массы и скорость ее обращения. То есть что таким образом делает центральный банк? Центральный банк таким образом, он сокращает скорость обращения, потому что люди не тратят деньги в процессе обмена, а они их зажимают, они их паркуют в банк. То есть они их припарковали на год, все. Скорость обращения денежной массы уменьшилась, и это неизбежно приведет к снижению инфляции. Это первая история, да, которая приводит, что повышение процентной ставки, повышение ставки по депозитам, стерилизация денежной массы, снижение скорости обращения, снижение инфляции. Цепочка логическая. Вторая история. Человек говорит, а у меня денег не было и нет, я буду тратить, я вообще не сберегаю, у меня нечего на банковский депозит платить. И этот может тратить, в принципе, даже при высокой процентной ставке, но у него тоже своих денег нету, потратить своих денег неоткуда. Он идет в кредит, а ставка по кредитной карте растет там с 22 процентов до 38 процентов. А по скредитованию рассрочек особо никаких нету или эти рассрочки становятся очень дорогими условно. Потреб кредитования тоже ставка кредитования увеличивается. Ипотечное кредитование тоже увеличивается. Опять, что это приводит к тому, что человек такой приходит, раньше всегда пользовался кредитами, не знаю, кредитными карточками, ему банк присылает уведомления, изменились параметры, условия кредитования, теперь там с 1 декабря стоимость обслуживания, да, вас составляет там вместо 22 процентов 38 процентов. Человек говорит, а ладно, пропустил. А потом раз, у него ежемесячный платеж увеличился. И он начинает смотреть структуру, то есть, у него ежемесячный платеж вроде бы увеличился, он как бы все вовремя гасит, да, использует вот это вот какой-нибудь льготный период. Но что-то тело карточки не закрывается. Раньше закрывалось хоть немножко, а сейчас перестает закрываться. И раньше ему лимит по кредитной карточке увеличивали каждые полгода, а тут хуп и остановили, не увеличивают. Лимит исчерпан, платеж увеличился и новый лимит не увеличили, да. Он тоже, соответственно, к чему это привело? То, что стоимость кредитования увеличилась, проценты стали дорогими. Люди сказали, нет, такие дорогие проценты я брать не буду. И это тоже, опять-таки, повлияло на скорость обращения денег. Замедлилось кредитование, замедлился спрос и получается повышение процентной ставки, оно оказывает вот это вот двойное сжатие, да. С одной стороны, люди прижимаются и говорят, лучше я там под этот высокий процент размещу. С другой стороны, если в кредиты брать, кредит слишком дорогой, чтобы им пользоваться. И поэтому они начинают меньше тратить, экономика меньше. Начинают производить, начинается затоваривание, продукты в тех же самых количествах там не продаются, начинают сжимать производство, начинают оптимизировать затраты, перестает рост заработной платы, начинают неэффективных сотрудников оценивать, увольнять, люди перестают верить в завтрашний день, у них потребительская активность еще сильнее сжимается, это приводит к еще большему сжатию. Поэтому, если долго процентные ставки держать на высоких уровнях, оно вот это вот сжатие сильное, да, оно приведет к тому, что экономика тоже непосредственно сожмется. У нас там еще присутствуют бюджетные стимулы, но это отдельная абсолютная история. Но если говорить, как влияет ставка, она влияет таким образом, она влияет на потребление, а потребление влияет на сжатие экономики, отсутствующее потребление. Доходы перестают расти, люди притаиваются, перестают покупать товары длительного пользования, перестают тратить, лучше неизвестно уволят, меня не уволят, давайте будем хотя бы что-то откладывать. Ну а они, естественно, подписываются на канал MaxCapital, покупают еще облигации, фиксируют для себя доходность. Ссылочка на мастер-класс по облигациям, опять-таки, находится внизу, ребят, проходим, забираем.